Здравствуйте, рад вас видеть в Воронеже. Как вам матч этот? Что скажете, ваша характеристика того, что мы увидели? Ну, я считаю, что мы одержали заслуженную победу, что у нас было больше возможностей забить, и спасибо ребятам, что реализовали эти возможности. Много разговоров по поводу поля, что вы скажете? Мы были в одинаковых ситуациях. Мы вчера проводили предыгровую тренировку на искусственном поле, поэтому, так же как и «Спартак», нам было нелегко, но я считаю, что поле выдержало, и у нас получалось играть эпизодами в неплохой футбол. То есть у вас нет ощущения, что «Факел» играл в «Белбей-беги», а «Спартак» плел кружева и за это поплатился? На мой взгляд, нет. Я думаю, что и по владению мячом это тоже видно. Например, Зарема Сарихова критикует ваше поле, говоря о том, что в такой поле недопустимо играть в РПЛ. И что? По вашему мнению, это поле пригода для РПЛ? Я думаю, что да. 20 лет назад сборная России играла со сборной Италии. Лучше было поле? Нет. А вы помните этот матч? Все, Дарья, я думаю, что ему еще, да, даже не было годика по игре. Мне кажется, я помню этот матч. Да. И что? Было отвратительное поле. Ну, было плохое поле. К сожалению, мы проиграли. Сборная Италии. Сборная Италии. Стадион «Динамо», Федор, да. Стадион «Динамо», я это помню. Это Москва. Это отборочный матч. Стыковой. Позавчера выпал снег. Вчера был целый день дождь. А что вы хотели от поля? Красоты неземной. Да? Да я шучу, Федор. Ну, вы так очень завелись. Просто меня умеют. Просто об этом все сейчас говорят. И поэтому это немного заводит. Да, причина. Потому что ищут причину, да. На ваш взгляд... Но мы же были на этом же поле играли? Или мы на каком-то другом поле играли? Конечно. На этом. На этом? На этом, да. Ну, тогда о чем мы говорим? Федор, как вам «Спартак»? Почему я должен говорить о «Спартаке»? Остался ли хотя бы один человек, я не знаю, среди стаффа, который помнит, что вы играли в «Спартаке»? Ну, единственное, наверное, с Андреем Прончевым, с массажистом. Массажистом, да. Я поработал и в сборной. И в «Спартаке», да. Да, единственный человек, который остался. Ну, и вообще удивительно, «Спартак» все-таки народная команда, да. И когда случился момент в начале матча... Когда вы немножко потолкались? Да. И когда просто со скамейки выбегают люди и говорят на иностранном языке, это немного удивило. Вы имеете в виду, что хотелось бы, чтобы по-русски... Ну, на русском хотя бы говорили. Да, хотелось бы. Вам, ну так, если философке не очень нравится то, что много иностранцев? Ну, я об этом не говорю просто. Я привык, что... Говорят по-русски? Да. Понятно. Каковы нам ждут перспективы «Факела»? Что вы скажете? Мы играем от игры к игре. Дальше посмотрим. Хотелось бы, чтобы мы продолжали это поступательное движение наверх и набирали очки. Вы такой парень именитый. В сборной поиграли достаточно длительный период. Как вы смотрите на нынешний период отстранения и перспективы сборной нашего футбола, возможный переход в Азию? Как вам это? Ну, наверное, это больше такой политический вопрос. Все говорят о том, что спорт не политики. Но все-таки политика очень... Это и есть. Очень сильно присутствует в спорте, да. И хочется, чтобы наша сборная вернулась к европейским матчам с хорошими соперниками. Вариант с Азией вам не нравится, Федор? Ну, если честно, ничего не могу вам об этом сказать. Я особо не вдавался в... Ну, понял. Слушайте, что за эпизод был с Бангандай? Я так и не понял. Что как бы... То есть он ударил, вы ответили. Это просто эмоции. Я думаю, что это нормально для футболиста, когда начинается игра, и он сконцентрирован просто на игре. Эмоционально. Да. Я думал, что стал менее эмоциональным, но, видимо, я ошибался. Это положительный у нас характеризует. Спасибо. Есть еще порох в пороховнице. Спасибо большое. Счастливо. Счастливо. Все.